Детство 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 Этот день объединил не только юных виновников праздника, но и взрослых. Многие в парк имени Пушки на Станице Северской приходили целыми семьями. Никто не прошел мимо. Всем было любопытно, что же интересного приготовили организаторы. А интересного и увлекательного было много. С самого утра для ребят проходили различные игры, конкурсы, интересные познавательные тематические площадки. У нас полезное питание. Мы там играли в игру, найти полезное или интересное. Это день очень хороший, день за счет детей. Мы любим их праздник. Вязаные игрушки, цветы из пластика, тряпичные куклы, поделки из бисера и многое другое представили мастерицы нашего района на аллеях парка. Каждый мог не только полюбоваться ими, но и научиться делать что-то подобное на специальных мастер-классах. Организовали даже парикмахерскую, где девочкам и их мамам делали прически. Детские голоса, радостный смех и хорошее настроение царило в парке на протяжении всего дня. ПЕСНЯ Особый интерес и восторг у ребят вызвали машины дорожно-патрульной службы, которые расположились у главного входа. Здесь для детей проходила викторина на знание правил дорожного движения. Праздник День защиты детей. Хочется пожелать ребятам быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, не управлять транспортными средствами без документов, беречь себя и своих родных, быть упорными в учебе и настойчивыми в достижении своих целей, чтобы в дальнейшем стать достойными гражданами своей страны, дисциплинированными участниками дорожного движения. Дети – цветы нашей жизни, наше будущее и наше настоящее. Дети – продолжение нас. И так хочется, чтобы их детство было беззаботным, спокойным и мирным. Северский район. Совещание обсудили необходимость реконструкции поселковых стадионов, расширение полномочий органов местного самоуправления. После совещания состоялся разговор о железнодорожном переезде в поселок Афибский. Это одна из наболевших проблем в муниципалитете. Ежедневно из-за проходящих поездов создаются большие автомобильные пробки на въезде и выезде из поселка. Рабочая встреча продолжилась на территории строящегося нового здания школы номер 43, рассчитанного на 400 мест. Глава района рассказал Владимиру Ильичу о ходе проведения строительных работ, отметив, что уже 1 сентября учебное заведение распахнет свои двери. Северский район. Северский район. В центре развития творчества детей и юношества состоялся гала-концерт фестиваля детского творчества «Детство – это я и ты». Воспитанники 18 детских садов района собрались в одном зале, чтобы блеснуть своими талантами в четырех номинациях – художественное слово, песня, танец и декоративно-прикладное и изобразительное творчество. Юные артисты старались изо всех сил, за что публика щедро награждала их аплодисментами. Ведь поступки и мысли и много идей быть прекрасны должны в человеке. Юные артисты старались в детстве, чтобы мы лишь хорошее взяли наследство, эстафету добра, принимая от вас. Помимо бурных оваций, все без исключения участники фестиваля получили дипломы лауреатов. Подобные фестивали детского творчества проходят в районе ежегодно. И несмотря на серьезность и официальность происходящего, для ребят это в первую очередь праздник в честь счастливого и беззаботного детства. Подошел к концу очередной учебный год и в детской школе искусств поселка Афибский. Школе, которая, несмотря на меняющееся время и вкусы, всегда остается храмом искусства, откуда берут дорогу юные художники, танцоры и музыканты. Все той же семьей со своими устоями и традициями, заложенными дружным творческим коллективом преподавателей, учащихся и родителей. Это дом, в котором уютно и тепло всем. Ежегодный отчетный концерт, участвование выпускников – показатель достижения учащихся и подведения итогов. Музыка – это особый вид духовной энергии, с помощью которой можно влиять на мысли и чувства человека. Как же здорово, ребята танцуют, поют и играют на музыкальных инструментах. В этой школе замечательные преподаватели, которые помогают стадионным музыкантам, настоящими виртуозами. Каждый учебный год воспитанники детской школы искусств участвуют в конкурсах, в фестивалях, выставках разного уровня и завоевывают призовые места, поднимая престиж школы, поселения и районы. Эти ребята самые лучшие, самые артистичные, самые музыкальные, одаренные и талантливые. Надеемся, что в наш стремительный век технического прогресса и компьютерных технологий удивительный и увлекательный мир музыки, танцев и художественного искусства будет волновать еще не одно поколение ребят. Светящиеся радостью глаза и улыбки будущих артистов не прощаются, а говорят лишь «до новой встречи» в волшебном мире искусства, искусства, в котором вечно процветают добру, свет и любовь. Говорит и показывает атаман. Погода. Вы хотите сделать будние праздники вашего ребенка яркими и интересными? Тогда вам к нам. Развивающий центр «Гудвин» в столице Северской приглашает всех малышей от 1,5 до 7 лет на индивидуальные групповые занятия с опытными педагогами, любящими и знающими свое дело. Логопеды нашего центра помогут вашему ребенку преодолеть все трудности речевого развития. Опираясь на классические знания, а также используя современные методики, наши специалисты помогут вызвать речь у неговорящих малышей, исправить неправильное произношение звуков у будущих первоклассников, а также справиться с ошибками и улучшить почерк у школьников младших классов. Применение логопедического массажа нашими специалистами помогает сократить логопедическую работу с ребенком в несколько раз. Коррекционные занятия с детским педагогом-психологом. Опытные специалисты помогут вашему малышу преодолеть трудности в общении, скорректировать поведение, навсегда избавиться от страхов и чувства тревожности, улучшить память, логику, мышление, а также определить уровень психологической зрелости при поступлении ребенка в школу. Также вашего малыша ждут увлекательные занятия по развитию общей мелкой моторики. Театральная студия для юных артистов, изучение всех видов театра, обыгрывание и выступления для родителей в уютной дружеской атмосфере. Студия изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества. Шаг за шагом ребята раскрывают в себе художников. Мы лепим, рисуем, делаем аппликации, проводим выставки работ, выполненных в самых разных традиционных и нетрадиционных техниках. Занятия по предшкольной подготовке для детей от 3 лет. Обучение письму, чтению и математике, изучение окружающего мира и социализация будущего школьника. Внимание! Только у нас! Развивающие занятия в группах для детей от 1,5 лет, на которых малыши в игровой форме учатся общаться друг с другом, говорить, считать, рисовать, лепить, вырезать ножницами, изучают цвета, геометрические формы, знакомятся с явлениями окружающего мира. Такие занятия способствуют более легкой адаптации при поступлении ребенка в детский сад. Педагоги нашего центра, как добрые волшебники из Умрудного города, дарят малышам свои тепло и заботу, вкладывают в каждого ребенка свои знания. Развивающий центр «Гудвин» – это первый шаг в увлекательный мир новых умений и открытий. Мы находимся в станице Северской по адресу улица Суворова, дом 3. Звоните и записывайтесь по телефону 8 938 432 4138. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова